От идей до бизнеса. В столицу Чувашия завершился федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Целую неделю участницы конкурса готовили свои бизнес-проекты, в финале защищали их перед членами жюри. Работать по любви мечтает и каждая из участниц проекта «Мама-предприниматель». Именно для этого они и решили принять участие в конкурсе. Например, Елена Смирнова хочет открыть собственное ателье. Мой проект – ателье детского нарядного и сценического платья. Так как у меня девочки, которые занимаются танцами, мне пришлось в свое время шить им костюмы. Потом подключились к этому другие мамы. Так и пришло к выводу, что надо заняться этим профессионально. Открыть свое дело мечтает Екатерина Прокопьева. Она тоже шьет. Вот только не сценические костюмы, а красивую повседневную одежду для детей и братьев наших меньших. На защите проектов Катя демонстрирует наряд своей собачки Бонни. Его она шила специально для проекта. У меня как бы не было бизнеса. Это все было для себя. То есть для своих детей, для родственников, племянников и для своей собаки в первую очередь. А так как это нравится моим знакомым, почему бы не попробовать заняться бизнесом в этом направлении. Узнала вообще с чего начать. То есть свои дальнейшие действия. Надеюсь, все у меня получится. Федеральный проект «Мама-предприниматель» проводится уже седьмой год. 60 регионов нашей страны принимают в нем участие. В Чувашии конкурс проходит второй раз. Ежегодно увеличивается набор, увеличивается качество проектов. В текущем году подали более 80 заявок. Из них мы отобрали порядка 20 проектов. Чтобы женщины могли не только заниматься своим личным хозяйством дома, семьей, но и реализовать себя как бизнесмен, как бизнес-леди. Всю неделю участники проекта обучались основам предпринимательского дела, знакомились с успешными управленцами, разрабатывали бизнес-проекты. В финале каждая из них представила свое творение членам жюри. Здесь учитывается несколько параметров, несколько качеств. Это в первую очередь, конечно, идея. Насколько она нова, насколько она современна, актуальна. Это, конечно же, доходность данного мероприятия. Масштабирование, привлечение в дальнейшем сотрудников, то есть создание рабочих мест. По итогам конкурса все участницы унесли с собой ценные знания, необходимые для создания и развития своего бизнеса. Лучшим проектом этого года стала мастерская керамики Маруся Марии Агафоновой. Победительница получила грант на развитие своей идеи в размере 100 тысяч рублей. Продолжение следует...